всем здравствуйте меня зовут южаков антон и это очередной выпуск ответа на вопросы вопрос задает алекс к здравствуйте антон такой вопрос восемь лет назад я занимался бодибилдингом два года после больше не было возможности заниматься спортом в связи с семейной ситуации после набрал вес 25 килограмм уменьшение калорий не помогает сокращение рациона тоже что нужно проверить сначала какие гормоны сдать значит смотрите как правило это нарушение работы именно щитовидной железы вы сдаете ттг ттиотропный гормон т3 т4 желательно общий и свободный если у эти гормоны снижены то ваша проблема непосредственно в том что у вас проблемы с гормонами скорее всего вам назначат гормонозаместительную терапию иль тирексином и вы будете пить его пожизненно и параллельно ситуация с весом у вас исправится второе какие гормоны еще на это могут влиять это соответственно половые гормоны тестостерон эстрадиол провоктин тоже если очень низкий тестостерон высокий эстрадиол высокий провоктин могут быть проблемы плохо уходить вес хорошо так задерживаться жир вы можете плохо худеть но в меньшей степени это будет проявляться чем с нарушением работы щитовидки потому что все таки за общий метаболизм в организме обмен веществ отвечают именно гормоны щитовидки поэтому если вы не можете скинуть вес даже на сильном дефиците калорий скорее всего это проблема именно со щитовидкой и соответственно третье что нужно пересмотреть и в 90 процентах случаев проблема именно в этом это искать скрытые калории что это значит это значит что вы не знаете как правильно считать калории и не понимаете в каких продуктах что находится я очень часто провожу консультации по питанию и когда мы начинаем с людьми общаться они прям удивляются о том что откуда там в орехах оказываются 60 грамм жира и тому подобное люди иногда едят какие-то мелочи не придавая тому особого значения типа как кто-то там может есть семечки орехи это там крайне очень калорийные продукты кто-то перебарщивает с маслами к примеру да кто-то сидит на низкой углеводке при этом валит огромное количество кого-то жирного мяса да едят там куриные бедрышки к примеру куриные ножки в огромном количестве говоря о том что ну курица она же малокалорийная это же диетическое мясо диетическое мясо это куриное филе куриные бедрышки уже далеко не диетическое мясо соответственно вот эти вот стереотипы питания про какие-то там выдуманные диетические продукты они очень часто нарушают общую к общую как бы картину очень часто у меня было такое что чек не говорит у меня реально калорийность 1200 вот я там каждый день 1200 а я там 110 килограмм и не могу ни килограмма скинуть и мы начинаем с ним реально все высчитывать и бывает такое что там по три с половиной тысячи калорий насчитываем а по факту человек думал что он реально есть 1200 это встречается прям вообще поголовно надо научиться реально считать калорий правильно строить рацион правильное соотношение бжу и даже с проблемами с тестостероном с проблемами со щитовидкой вес будет уходить это связано с тем что организм не может брать калорий с воздуха если у вас дефицит калорий и у вас при этом избыток жира организм будет брать калорий жира какие бы там плохие не были анализы по щитовидки и по половым гормонам если у вас сильный дефицит калорий и это реальный дефицит калорий вы все равно будете худеть следующий вопрос задает пётр иванов добрый день антон спасибо за очень полезные видео у меня есть вопрос через какое время после употребления на курсе нандраона у тренбаона можно будет использовать тамоксифен какие нежелательные эффекты может носить добавление тамоксифена на послекурсовой терапии спрашивают так как образовалось небольшое уплотнение после использования тренбаона ацетата спасибо за ответ значит классический если вы подойдете к какому-то человеку который средне разбирается фармакологии спросите можно ли вам после тренбаона попить тамоксифен он будет яростно кричать о том что нет нельзя будет вообще куча проблем но давайте сейчас разберемся вообще в сути почему появился такой миф где это частично миф а где это правда и как все-таки правильно поколоть тестостерон с тренбаоном а потом сделать после курсовую тамоксифеном и реально ли это сделать значит первое откуда появился миф это все не миф это все на самом деле так и есть тамоксифен увеличивает количество клеток количество рецепторов к провактину соответственно от нандраона тренбаона повышается количество провактина плюс тамоксифен увеличит количество рецепторов к провактину и будет куча куча проблем раньше когда никто не не отслеживал эстрадиол провактин и начинали пить тамоксифен это вызывало огромное количество побочных эффектов плюс раньше антиэстрогены пили как на курсе так и после курса и вообще никто не понимал что когда и пить и из практики понимали что там тамоксифен нельзя пить с тренбаллоном либо после тренбаллона это как бы так появилось уже с практики потом теоретически это было тоже более менее доступно объяснено соответственно что мы делаем сейчас если мы все это делаем грамотно во первых допустим у нас идет там андролон после чего мы переходим на тренбаллон да один препарат и второй могут повышать провактин и мы хотим сделать после курсовую терапию собственно тамоксифеном как все правильно сделать почему вообще нам нужно делать тамоксифеном нужно нам будет делать только по одной причине если образовалась гинекомастия если гинекомастия нет делать все это бессмысленно надо просто пить кламифен и вообще забыть про какие-либо проблемы но если образовалась гинекомастия то мы хотим убить двух зайцев одним выстрелом и восстановиться и убрать гинекомастию на после курсовой терапии Но тренболон там мы кололи, и тамоксифен теоретически нам нельзя. Но что делать? Первое. Обязательно отслеживаем уровень эстрадиола, уровень провоктина на приёме сначала нандролона. Всё мы это держим в референсных значениях, и, соответственно, эстрадиол держим порядка 60-80-90-100 в зависимости от дозировки тестостерона. Провоктин, если мы возьмём, что нормы от 70 до 400, держим ближе к 100, ближе к нижней границе нормы. После чего у нас есть определённая дозировка анастрозола под уровень тестостерона, который мы колем. Мы это определили, сделали чуть-чуть поправку на то, что у нас тренболон, который тоже ароматизируется, убирается. Тестостерона, анандролон, который ароматизируется, точнее, повышает эстрадиол без фермента ароматазы, он убирается, и у нас добавляется тренболон. Соответственно, дозировку анастрозола нам надо чуть-чуть убрать, потому что тренболон эстрадиол уже не повышает. Но у нас возникает другая проблема. Мы на приёме тестостерона и параллельно тренболона не сможем скорректировать дозировки анастрозола. По причине того, что тренболон на анализе будет показываться как эстрадиол. И, соответственно, как правило, при плюс-минус дозировках в районе 300 тренболона у нас покажет эстрадиол в петамолях где-то по 1000. Те, кто этого не знает, сразу испугаются и начнут пить по 5 таблеток анастрозола в день. Я встречал таких людей, но это просто тренболон. И, соответственно, это один из моментов, как мы его можем проверить. Если у нас тренболон, мы колем, и у нас эстрадиол от 600, то, скорее всего, это у нас нормальный тренболон. Что делать дальше? Дальше нам обязательно надо с тренболона выходить либо на коротком эфире, мы возьмем тренболон ацетат и тестостерон пропионат. Все это проколем, подождем неделю, сдадим анализы. Надо будет сдать тестостерон общий, провоктин, эстрадиол. При этом тестостерон должен быть близко к нулю, эстрадиол должен быть близко к нулю, провоктин должен быть порядка 100-200. В таком случае мы можем спокойно начинать прием тамоксифена. По причине того, что тренболона в организме у нас вообще нет. Ни тренболона, ни нандролона. И мы спокойно делаем свою терапию тамоксифеном. Понятно, что если вы кололи там нандролон, не делая выход ни с чего, начинаете пить поверх нандролона, сверху там, допустим, деки, сверху тамоксифен, не понимая вообще периоды полуведения и все остальное, конечно, будет куча побочек. Если вы четко сможете соблюсти периоды полуведения, вы сдадите анализ, убедившись в том, что тестостерона и тренболона у вас в организме уже по факту нету, потому что 3-4 периода полуведения вышли. И эти препараты не будут наносить вам вреда, вы спокойно начинаете свою терапию тамоксифеном, пропиваете, восстанавливаетесь и убираете гинекомастию. Такой вот относительно сложный алгоритм действия, но по-другому никак. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют дистанционные тренировки, консультации, ведения по курсам, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.